Минобороны РФ скрыла данные о числе военных с инвалидностью. Исчезли сведения и о тех, кто получают пенсию по потере кормильца. Данные Минобороны показывали рост раненых и погибших в 2014-2015 годах. За один год войны на 6 тысяч человек увеличилось число военных пенсионеров, получающих довольствие по потере кормильца. А общее количество военных пенсионеров выросло на 27 тысяч, до 1 миллиона 130 тысяч. Ранее цифры снижались. Статус ветерана войны, исходя из бюджета 2024 года, уже имеют 540 тысяч человек. Минобороны делает калечь полки из раненых. Государству проще утилизировать раненых на фронте, чем вернуть их в общество. Поэтому заставляют воевать до смерти. Не убить, так обокрасть. Чувашский коммунист и военный блогер жалуются, что Минобороны их обворовывает. Говорит, что водители на войне должны за свой счет покупать запчасти для автомобилей. Я не знаю. Проблематика есть, конечно. Опять с этими запчастями они просто запарили. Поднимать Министерство обороны с колен за счет водителей, я не знаю. Как обычай делового вару, что с военными. Сколько с военными встречаются с водителями, все покупают сами запчасти. Где снабжение, где что, я не знаю, когда это будет.